Привет, дорогие друзья! Как вы уже поняли из названия видоса, сегодня будет, ну скажем, обзор книги World of Warcraft, Warcraft Хроники, том 2. У меня есть, конечно же, первый том, обязательно, как же без него, и вот я наконец-то приобрел недавно второй том. Честно говоря, я уже начал переживать, мне многие писали, что купили уже, приобрели его, и я, блин, надо же как-то и мне шевелиться, потому что вдруг не успею, и разберут, потому что вот, допустим, первый том всего вышло тиражом 5000 экземпляров, прикиньте. Второй же том, да, уже чуть поболее, 21000 экземпляров, но все равно, как бы, надо было булками шевелить, и все-таки мне удалось приобрести Warcraft Хроники, том 2, энциклопедия. Он немножко потолще, чем первая часть, и сейчас его немножко полистаем, разберем, посмотрим, что да как. Кстати, я еще его не читал, вот только, можно сказать, с печки достал, и сразу вот этот запах, эта типографская печать, он вообще великолепен. Ну так что, друзья, высаживайтесь поудобнее, полистаем книжечку. Ну что, друзья, вот он, энциклопедия том 2, сразу мы видим Гул'Дана. И знаете, вот очень грамотно книги оформлены, вот, мне всегда нравилось наблюдать во всяких RPG, fantasy, той же готики, Warcraft, стеллажи со старинными книгами, как всякие маги, там, интеллектуалы и прочие мудрецы, вот, как-то листают их, смотрят, там, какие-то руны непонятные, чертежи, всякие магические формулы. И вот, вот эти книги тоже, они вот некой такой атмосферности наполнены. Вот мы открываем, сразу мы видим карту Дренора, Warcraft, Хроники. Издательство Москва, издательство АСТ, вот, авторы Крис Мэтсон, Мэтт Бернс и Роберт Брукс. Очень, такие, знаете, тоже, картинка здесь вот в стиле, но, наверное, плохо будет видно, я как-нибудь сделаю картинку. Как бы, некое, такое старинное изображение, как бы фрески, вот, что-то непонятное. Вот, Blizzard, значок Blizzard, самое главное. И что мы видим? Содержание, вот, очень грамотно прочитать содержание. Книга делится на две части, значит, в первую часть включены, это про гибель Дренора, первобытный Дренор, Дети Камня, Возвышение Орды. И вторая часть, Орда Ильянс, Первая война, Вторая война и за Темным Порталом. То есть, тут идут, я так понял, события, Первая война, это Первый Warcraft, Вторая война, следовательно, Второй Warcraft. И за Темным Порталом, это было дополнение ко Второму Warcraft, то за Темный Портал, так и называлось. Ну что, поехали. Гибель Дренора, то есть, картинки вообще великолепные. Первобытный Дренор, то есть, тут идут рассказы про вот этот Первый Дренор, что на нем было, как зарождалась жизнь. Вот, картинки классные, что здесь изображено. Сражение Гронда и последней Спарагары. Ну, то есть, тут надо все смотреть. Кстати, единственное, знаете что? Шрифт мелковатый. Вот, допустим, сравнить с Первыми Хрониками. Мне в Первых Хрониках больше шрифт нравится. Он, видите, такой более почетчиво, смотрите, сравните. Вот, вот это Второй Том, это Первый. Вот, в Первом Томе более четкий, побольше шрифт. Но, толще, конечно, Вторые Хроники. Значит, и более информации насыщено во Втором. То есть, тут идет вот карта, кстати, а вот за предельно, ну, Дренора, то есть. И самое интересное из карты, я тут уже был, порыскал. Сейчас я вам покажу. Вот, карта Дренора, Орочи Кланы. Клан Черной Горы. Клан Веселого Черепа. Клан Костеглотов. Клан Кровавой Глазницы. Клан Вихря Клинков. Клан Песни Войны. Насколько я помню, это, наверное, на Гранд. Клан Красных Ходоков. Клан Призрачной Луны. Здорово. Верховный Молот. Клан Северного Волка. Очень-очень атмосферно. Очень интересные арты. Вот, здорово. И сейчас я вам еще покажу интересные картинки. Смотрите, вот она, эпик. Нерзул во власти Совета Теней. Сейчас тут блики вам, чтобы не бликовало. Очень здорово. Но, говорю, фанатам обязательно надо. Вот, 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 что я вам хотел показать. Адский крик пьет кровь демона. Видите, стоит Гул'дан. Вот этот камень, эпично, вот эта пещера ихняя. И держит кубок с кровью демонов, чтобы испить. Здорово, здорово. Вот, глава третья. Возвышение Орды. Тут изображены орки. Видите, они сражаются с Дринейми. Часть вторая. Орда Альянс. То есть тут Первая война. Это, естественно, Первый Варкрафт. Как я уже и говорил. То есть тут все идет, рассказывается про Первую войну. Ну, Лотар и остальные беженцы покидают Штормград. Изображен. Башня Медива. Ну, то есть все. Вся хронология. И вот уже мы переносимся. Вторая война. Варкрафт 2. У меня есть на канале прохождение Варкрафта 2. Это одни из первых моих видосов были. Вот здорово. Видите, тут, по-моему, Линкорн назывались. Вуаленсы корабли. Вот он разгромил. Как он? Я не помню, назывался. Разрушитель Ограф, что ли? А, не Разрушитель, а... Ой, как же. Джаггернаут Ограф. Да-да-да. Вот эти пушки там много. Тардынские корабли тяжелые. Ну, и вот тут рассказывается. Рыцари Смерти. Вот были сделаны. Вторжение в Казмодан. Турлеон призывает Совет Семинации создать Альянс. То есть, да, это вот все из второго Варкрафта. Вот, видите, Рыцари Смерти. Сражение Рыцари Смерти с паладинами Альянса и остальными солдатами. Вот, битву за Арду были. Рыцари Смерти, там, по-моему, компания даже есть. Насколько я помню, рунные камни эльфов было. Карта Земли, уничтожить рунный камень. Да, было такое. Очень интересная миссия. Ну, то есть, предательство Альтерака. Там было, по-моему, Альтеза людей было. Миссия, там, подавить восстание. Там, а оранжевые Альтеракцы восстали против Альянса. Ну, то есть, вот, очень-очень здорово. Гробница Саргераса во втором Варкрафте. Гулдан поднял остров Вулканический из океана. Да-да-да, все это есть. И во втором Варике. Раскол Орды, лагерь Редерации Орков. То есть, орки проиграли войну, и пленные орки были в лагерях. Содержались там. И вот пошел аддон Запорталом Тьмы. Это второй Варкрафт. Я не помню, как он английском и назывался. Тоже. Запорталом Тьмы. Все это рассказывается. Очень классно. Столкновение Грула и Смертокрыла. Ух ты, тоже. Мерзул открывает бесчисленные порталы на Дреноре. Да, картинки, конечно, художники молодцы. Вот, кстати, вот это памятник в Штормграде героям Альянса, пропавшим в экспедиции на Дреноре. Это Алерия, она была за Альянс в первых миссиях, во втором Варике за Порталом Тьмы в ладони. Ну и тут указатель, то есть, по страничкам всякие термины, имена, географические названия. Вот такая вот книжка. То есть, здорово, очень я доволен приобретением данной книги. У меня уже, вот видите, второй том и первый том. Все есть. Будем ждать третий том, друзья. В общем, друзья, очень здорово, что вот Близзарды развивают именно Варкрафт не как компьютерную игру, а именно как мир. То есть, я люблю Варкрафт, еще раз повторяю, я много уже где-то говорил. Я люблю Варкрафт как мир, как интересные эпичные истории героев, всякие вот эти военные конфликты, ну и так далее. Мне нравится сама вселенная. И еще раз вот хочу сказать, я не знаю никакую компьютерную игру, чтобы именно выходили по ней книги. Ну, кроме, естественно, Вархаммер там. Но вот Варкрафт в последнее время они очень плотненько вот ударили по книгам, всякие целые энциклопедии, хроники, комиксы и так далее. Очень здорово. То есть, они хотят сплести сюжет. И еще одним из таких прорывов был выход фильма. Но, опять же, по фильму непонятно, почему они исковеркали немножко сюжет. Это да. Вот это немного печально. Зачем они так сделали, непонятно. То есть, как бы получилась версия нормальная, правдивая, книжная, игровая и версия фильма. Но, естественно, нам нужно опираться именно по играм и по книгам. Потому что в игре сюжет, и он проследуется в книгах. Ну, книги, как бы это просто книги, да? То есть, всем фанатам, фанатам именно вселенной, подчеркиваю, вселенной Варкрафта, обязательно приобретайте, гуглите, где можно купить. Я вот в Минске купил. 21 тысяч экземпляр, ну, выпустили. Так что, друзья, все, можно приступать к чтению, изучать мир, вспоминать, что немножко я забыл, и будет здорово. Вот такой был небольшой обзорчик. Сказала я вам новость, что приобрел вторые хроники. Все уже, немножко коллекция пополняется. Ждем третьи. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok